МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании Хакасия. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сделать это нам поможет наш сегодняшний гость. Кинооператор, видеооператор, отличник телевидения и радио СССР, заслуженный работник культуры России Александр Мефодьевич Пустовыт. Александр Мефодьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Александр Мефодьевич, прежде всего, спасибо огромное, что нашли время и желание прийти к нам в студию. В одном из ваших интервью вы сказали, что стали кинооператором после того, как сняли Хрущева. Это так? Ну, так, но... Расскажите, как это было? Ну, снимали Хрущеву в Красноярске, когда он был на... Не шиномонтажный завод, шин какой-то там был новый Пущин. Это был 62-й год, наверное. Ну, работал я тогда на Иркутской студии кинохроники, и вот мы снимали прибытие Хрущева в Красноярск. Там произошел такой, ну, я не знаю, смешной, не смешной случай. Операторов много было, там со всего Союза снимали. Вот. А я еще молодой был, и мимо меня, я находился на противоположной стороне конвейера, шел конвейер с шинами. А там шины огромные, большие, тяжелые, килограмм по 300 каждая. Я решил, что конвейер выдержит меня. Я на него запрыгнул на эту шину, на конвейер, и мимо Хрущева проехал со снятой камерой. А Никита Сергеевич это видел сам? Ну, конечно. И какое у него было лицо? А лицо я не знаю. Какое у него не знаю. Да, вы смотрели в объектив. Я в объектив смотрел. Вот. Ну, и вот и все. Я проехал, снял его, и через какое-то время меня за шиворот сдернули с этого контейнера, конвейера. А вообще инициатива наказуема? Вам что-то было за это? Нет, ничего не было. Так более того, вы скромничаете... Я хотел поругаться с тем, кто меня сдернул. Но там все стояли, радостные, рабочие, все приветствовали Никиту Сергеевича. А ведь по факту оказалось, что эти кадры стали лучшими, да? Не скромничаете, взяли... Нет, нет, нет. Ну, просто взяли, ну, понятно. Да, да, да. И показали на весь Советский Союз. Да. Александр Михайлович, вы уже упомянули иркутскую телестудию, да? Нет, иркутскую студию кинохронику. Вот так. И после нее вы пришли на Абаканскую телестудию в 63-м году. Это так? Давайте посмотрим, каким вы пришли. Ну, а-ка посмотрим. Да. Да. Ну, примечательная личность, так скажем. Помните эти годы вообще впечатления от Абаканской телестудии? Ведь телевидение только зарождалось. Ну, конечно, помню. Господи, пришли, ни камеры, ничего здесь не было. Ну, вот я пришел, как раз киногруппа формировалась. Уже, по-моему, было 4 или 5 человек кинооператоров. Петя Сиднев. Он как раз передо мной пришел. Нечаев был, помню. А, и был старейший оператор тоже со студии кинохроники с иркутской. Казмин. Рафаэль Минеевич. Сработали сразу? Да, конечно. Сработали сразу. Ну, киногруппа была довольно дружной такой коллективы. Вообще вот о тех людях, о том коллективе все вспоминают, что это было такое настоящее семейное отношение. И вот люди работали ведь какие-то легендарные, уникальные. Потому что мы только оформировались, и только создавался цех обработки. И вот приходили люди, которые все ничего не умели. И все учились. Все учились. У нас составителем растворов был тогда, я не знаю, значит, Ганя Катажеков, будущий, значит, доктор наук и главный редактор газеты «Ленин Челы». Это, по-моему, последняя его должность, я не помню. Ну, да. Поэтому он у нас был составителем растворов. В тазиках разводил разные растворы, которые заливали вручную, в проявочную машину. Вот такие люди у нас работали. А правда, что был настоящий телевизионный режиссер с какой-то высшей партийной школой? Ну, был такой. Икар Карский. Через какое-то время, да. Икар Ильич Карский, да. Расскажите, вам довелось же с ним поработать? Довелось. Я много лет с ним работал. Он учил вас, рассказывал о чем-то, наставлял, как правильно показывать советскую действительность? Учил и наставлял, да, да, да. Карский, он сейчас жив, почему был он сейчас жив? В Израиле он находится. Вот. И вот недавно он звонил мне, ему, по-моему, ну, 85 лет. А в Хакайси он откуда приехал? Из Ленинграда. Тогда обращали внимание на кадры. Мы все учились. Через каждых пять лет отправлялись в Москву на курсы повышения квалификации. Режиссеры, операторы и журналисты. Скажите, а вот было ощущение, что причастны к чему-то очень значимому? Ведь телевидение, ну, фактически вы были свидетелями, да, зарождения телевидения в республике. Вы были единичные люди? Да, мы вот принимали участие во всех событиях. Абакан Тайшет. Абакан Тайшет уже разворачивался и строился, так сказать, в полную силу. То есть все союзные стройки как раз на территории нашей тогда области. И начиналась стройка Саяно-Шушенская ГЭС. Вот давайте на этом остановимся немного поподробнее. Мы знаем, что вот этот, как сейчас говорят, знаковый проект строительства Саяно-Шушенской ГЭС, вы вообще наблюдали от ноля и до окончания. Ну, я не знаю, от ноля, не от ноля. Мы наблюдали от первых геолого-разведочных станций, начиная еще с Джойского створа. У нас сохранились эти кадры. Давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим. То есть вы действительно помните то время, когда на месте ГЭС вообще бежал Енисей, была Тайга? Бежал Енисей, да, 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 да. Вот в тот момент верилось, что действительно возможно это реализовать, вот все планы? На все верилось, конечно. То есть, будучи там, вы видели, как все начиналось и не сомневались? Конечно, конечно. Мы начинали, когда Джой был с КГС, нам больше всего нравился Джой. Но по природе самое красивое место было. Более узкое такое, красивое очень место было. Вы вот наблюдали, как покорялся Енисей. Были ли сложности именно в процессе съемок? Приходилось ли что-то изобретать, я не знаю, как-то приспосабливаться? Ведь походные условия, экстремальные. Ну, просто тяжелые были условия для съемок. Не очень легкие. Вот с камерой походить по горам. А сколько она весила? Просто это, которая в телевидении, ну, в телевидении она была более легкая. 6 килограммов с поем весила. Только это потаскает все равно. Ну, это камера. А к ней аккумулятор, который килограммы 4, серебряно-цинковые у нас были. Кроме того, кассетник и все так. Килограмм 16, наверное, на операторе было. И вы по горам, за проходчиками. Да, да. Как люди? По непроходимым еще горам. Вот там-то мы... Первыми были? Первыми были, да. Первопроходчики. Там людей не было, конечно. Как люди вас воспринимали? Вот, которые, казалось бы, далеки, да, от творческих профессий, от кино. Они делали такое тяжелое... Воспринимали нас хорошо. Понимали, что вы вот не мешаете? Ну, да, понимали, нет. Это как-то... С кем-то удавалось дружиться? Конечно, конечно. На Саяно-Шушинской газета вообще были... Наверное, у каждой съемочной группы были свои любимые бригады. А вот за десятилетия работы самые, может быть, значимые моменты? То, что вам запомнилось? Может быть, запуск первого агрегата? Или, наоборот, перекрытие Енисея? Что? Нет, все запомнилось. Перекрытие Енисея – это просто такая была грандиозная съемка. Ну, и, во-первых, весь Советский Союз съезжался. Пуск первого агрегата запомнился. Очень даже... То, что мы его ждали, пуска первого агрегата, наверное, дней 20. И это уже было холодно. И, представляете, вот все 20 дней мы сидим в машине, которая целый день работает, чтобы она не замерзла. Ожидали. После ГЭС были другие съемки. Абаканты и Шедра. Да, кадры легендарные, которые хроника сегодня, особая ценность у нее, и она хранится у нас в архиве. Давайте посмотрим. Давайте. Снега, Сибирь. Да. Ну, это уже... Тяжело было тоже снимать? Ну, когда в таком положении-то, это не очень тяжело, это уже цивилизация. А когда мы начинали снимать, вообще ничего не было. А вообще, ведь говорят, что действительно прокладывать вот эту дорогу, это было настоящее мужество. И я не сомневаюсь, что и операторам фиксировать это тоже наверняка были какие-то случаи. Да, мы же старались приехать или со строителем, или даже несколько впереди. Район глухой был. Памятные кадры есть какие-то? То, чем, может быть, гордитесь? Самое памятное у нас для нас были, это сбойки в тоннелях. Вот в Крольском тоннеле мы эту сбойку ждали, наверное, дня три. Нам сказали, что сегодня будет сбойка. Это когда с той стороны бур проходит, и с этой стороны бур проходит. Вот и две дырочки эти. Появляется это. И вот мы эти три-четыре дня иногда сидишь в тоннеле, вода сверху капает, холодно, делать нечего. Но доходили слухи, что вот там осталось полметра, там осталось, а сколько-то. И, как всегда, это было неожиданно. В последний момент. Да, в последний момент. А нам-то надо, потому что у нас килограмм 20 света, киловатт 20 света, который стоит, но не включен. Вот. А нам надо его успеть включить чуть-чуть раньше, пока оттуда этот бур не покажется. Вот и все. Но успевали? Успевали. Успевали. Да. И, наверное, чувство облегчения сразу. Александр Михайлович, мы знаем, что вы по долгу профессии, так скажем, были свидетелями, очевидцем очень важных событий, и в том числе приездов важных лиц государства. Расскажите о вождях, тех, кого вы лично видели и снимали. Вождям-то никакого отношения не имеют. Ну, только что снимал это вот все, что в Хакасии были. Ну, перечислите просто так, навскидку. Навскидку. Хрущев, мы уже знаем. Да, но Хрущев, Красноярск был, да, это, а здесь Черненко. Мы много его снимали, Черненко. И он приезжал, видимо, не Саяна, Шушинскую, не посмотреть, не Абакан, Тайшет, не это, не какие-то промышленные предприятия. А он родом был из Новоселова. После Черненко, наверное, Горбачев приезжал. Мы знаем, что есть какая-то история связанная. В Шушинском был. Мы ждали Горбачева из Норильска. Вот, но в той комнате, где мы сидели, сидит офицер госбезопасности. Пришел с большим-большим букетом роз. И сидит, что-то там с этими розами занимается, перебирает их. Потом ножницы принесли, он сидит, эти обрезает. Шипы? Шипы. Ну, мы поинтересовались, зачем он эти шипы режет? Чтобы Раиса Сергеевна руки не уколола. А правда ли, что вы одним из первых снимали Агафью Лыкову? Мы его сняли сразу, как о ней написал Песков комсомолки. Ну, то есть вы практически первый. Да, нет, ну как первый. Мы говорим, так мы знаем эту тетку. Но мы когда были там, тогда была большая стройка, дорога Абакан-Агдуварак-Кызыл. Мы там часто снимали. И местные люди рассказывали, что здесь вот есть староверы. Мы тогда работали на программу «Время» в Москве. Женя Толстухин. Мы не для абаканского телевидения поехали ее снимать, а для московского. Как она вас встретила? Да, она встретила нас нормально, поэтому мы, видимо, не первые были. Она встретила нормально. Мы записали, мы с Женей интервью снять. Конечно, не первые мы были, потому что у ней же лежали мешки с сахаром, с крупой и с чем-то. Ну, понятно, постояльцы, может, гости, а именно с видеокамерой? С видеокамерой? Я не знаю. Видеокамера может быть и это. Не пугалась она, не боялась? Нет, не боялась, не боялась, но разговаривать не хотела. Слушайте, ну интересно, у вас такой просто багаж вообще истории, опыта, жизни. Это у любого телевизионного оператора того времени был такой багаж. Слушайте, ну вот 38 лет вы отдали телевидению, да? Никогда не было мысли, вот если бы не телевидение, чем бы вы занимались? Я в кино бы оператором был. Тогда поясните нам, рядовым, чем отличается кино и телевидение? Нет, ничем не отличается. С точки зрения оператора? Нет, в то время в телевидении было кино. Не было видео, а было кино. И было такое же кинопроизводство, которое было и в кино. Но в кино кинопроизводство было 35 миллиметров, ширина пленки 35 миллиметров, а в телевидении 16 миллиметров. А так тот же процесс, все то же оборудование. Вы знаете, в нашем архиве сохранилась видеозапись 20-летней давности, на которой вы высказываете свое мнение и отношение к работе именно операторской. Давайте посмотрим. Да, я такое говорил когда-то. Поэтому, естественно, снимаешь «Куда пошлют». Снимали также мы большие знатоки сельского хозяйства, большие знатоки в горном деле, я не знаю где. Если уж второй, третий раз приезжаешь тут. А вообще, между прочим, раньше было к этой профессии более серьезное отношение. Мы просто изучали, сначала чего собираемся снимать-то. Даже лимит расхода, пленки, все это сейчас на видеокамере можно крутить все угодно из этого чего-то. Небольшой такой отрывок, из которого явно видно, что действительно оператор, как и журналист, должен быть специалистом во всем. Это так? В документальном кино было, вот когда на сюжет, это же все было расписано, то у нас два дня было ознакомительных. То есть, если мы приезжали снимать, например, в коровник, то мы два дня знакомились с коровник, ходили. Ну, кто так может, первый раз и кто-то. Это если приезжали на предприятие, знакомились с предприятием, и то место, где мы должны были знать сюжет, мы маленькими такими специалистами становились. Например, не прощалось я, если я неправильно вдруг с нарушением техники безопасности снял токаря. Я должен был знать, чего у меня в кадре может быть, чего не может быть. Если какая-то деталь лежала, которая не должно быть по технике безопасности, то, во-первых, у меня этот кадр вырежут на студии, то есть там тоже обращали на это внимание. Вот. И здесь мы приезжаем, и я сдал в проявление пленку, то, как правило, домой не уходишь. И успокаиваешься только тогда, когда первые кадры появились в проявочной машине. Привозили всегда много пленки. То есть, если мы вот поезжали в командировку, то обязательно метров 200-300 мы снимали. метров – это... Ну, это сколько там? 11 метров – это одна минута. Александр Мефодьевич, спасибо огромное вам за то, что пришли к нам и поделились своими воспоминаниями. Мы, в свою очередь, хотим вас поздравить с нашим юбилеем, потому что вы причастны и стояли у истоков его рождения. Спасибо еще раз. Да, да. Ну и вам спасибо. Спасибо. Сегодня с Александром Мефодьевичем Пустовойтом мы вспомнили годы творческого роста и общения. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды телевидения Хакаси. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале «Россия-1». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова